воскресенье в принципе такая штука не супер известная да вот в частности там у нас было очень много интересных специалистов но они но не даже элементарно не было аккаунтов в соцсетях они раз в неделю сидели на своем там какой-нибудь санскритском семинаре вот я изучал санскрит вот и очень интересные вещи вообще обсуждали но это было вот так вот в кулуарах вот и мне как-то всегда было мне казалось что это как-то не очень справедливо что о них никто не знает вот все знают что есть из а вот и другие вот или институт востоковедения в петербурге да вот это в том числе как-то я думал что было бы интересно таких людей открывать вот и причем общаться с ними не с точки зрения кого-то расскажите вот какая у вас была диссертация а вот именно что как живется вот ученым вот в 2021 году до чем он занимается сложно ли зарабатывать одной наукой вот это вот в первую очередь никто сама беспокоила то есть я вот просто помню что я будучи студентом постоянно себя ужимал то есть финансов все такое тяжело в общежитии вот и прямо скажем приходилось работать и вот это как раз беспокоило что не получается постоянно заниматься своей специальностью постоянно приходится отвлекаться вот и я подумал что вот у преподавателей тоже есть такой момент что они вот не все идут прям вот это уже наши минуты до дожди пока интересный заход вот как-то так да мы отсмотрели всевозможные мы практически все подкасты и видео куда вызвали решили задать вопросы как нигде не задавали еще готовились мы вчера сидели все это обсуждали конечно все посмотрите я даже не прям все но с наиболее интересным всем здравствуйте сегодня мы будем говорить о крайне интересные теме лично мне по крайней мере очень сильно интересный про медиевистику и говорить мы будем с олегом сергеевичем москобойниковым доктором исторических наук и как мы уже все поняли специалистом по западному средневековью вот и нас соответственно есть с михаилом первый вопрос который мы хотим задать он такого общего характера но наверно не такой стандартный как привыкли слышно с другого захода вот целом звучит так нам интересно что с подвигло вас изучать именно западное средневековье не в принципе средневековья хотя это уже очень интересно именно западная потому что интересно как у студента ну или школьников все зависимости от возраста когда это интерес появился появляется интерес именно к западному средневековью учитывая что этот школьник студент учится в таком восток короче говоря восточной европе в россии как бы скорее всего можно предположить что более интересно будет скажем история византии история руси в общем интерес откуда появляется интересно откуда появляется интерес именно к западу но я россию и русскую историю культуру всегда любил ничуть не меньше чем западная но оказавшись на эстфаке мгу я узнал что большинство курсов преподается раздельно зарубежка как у нас говорили и отечка такие два жаргонных словца вот несколько курсов по русской истории несколько курсов по западной истории общих для всех и кафедры тоже делились и делятся по этому принципу русская и нерусская иногда к нерусскому добавляется отдельно всякое нерусское и отдельно еще славяне на или там скажем археология могла объединять и объединяет видимо и русское и нерусское но в основном она конечно так сказать ног но в город гнездов и так далее вот в общем передо мной был такой веер из нескольких кафедр которые я рассматривал на первом втором курсах но кафедра истории средних веков выделялась среди прочих но как-то и уровнем преподавателей не доживая там принципиально лучше чем другие какая-то вот другая атмосфера что ли было вот уж потом я на ней учился и работал на этой кафедре получится что немножко колик за свое болото вот я каши ее любил и люблю эту кафедру но на эстфаке мгу и по всем фактически областям исторического знания есть совершенно замечательный специалист вот но я пришел на эстфак с знанием французского итальянского английского что все-таки было не то чтобы очень распространено чтобы таскать учиться первым курс специалитета да это ну тогда была пятилетка до него магистратура была пятилетка и аспирантуры ну то есть как бы я пришел в университет уже немножечко подготовленным в языковом плане к тому чтобы заниматься зарубежной истории вот и по счастью меня включили в немецкую группу и стал учить немецкий язык то есть к восемнадцати девятнадцатом годам когда я определился с кафедрой направлением у меня было четыре европейских языка и и латыни учил ну так с переменным успехом это дело непростое греческий вот но и учил я их немножко не потому что обожал средневековье а потому что мне нравилось вообще изучать иностранные языки то есть наверное отвечая на ваш вопрос первичен был интерес к иностранным языкам а за ним стоял еще такой знаете стояла мальчишеская и немножко позднесоветское желание выбраться за кордон вот тогда это все было наверно также в новинку необычно как вот сейчас то есть сейчас вот уехать за границу согласитесь для любого из нас это целое событие не потому что все границы как бы этом или фсб закрыла а потому что это эпидемиологически невозможно но вот у нас тоже тогда блога поехать в италию посмотреть на какие-то собор или поучиться бы где-нибудь за границей и думаешь но как если поучиться за границей уже туда со своей сермяжной русью поеду думал я надо ехать конечно в италию с италии во францию с францией такой вопрос существовала ли как программа стажировки то есть во время учебы отправлял либо с университет но меня лично нет как-то так я не наверное не заслуживал что не знаю но программа обменов есть фака мгл существовали семидесятых годов там советское время надо было как-то там выслуживаться наверное в комсомоле еще чет не знаю ну это семи пять волков быть или чем-нибудь внуком вот мои годы тоже но не знаю ездили отдельные люди ну конечно намного меньше чем сейчас получается какие годы 90 93 по 98 я был студент но как-то зато университет мало кто обсылал но зато было много всяких таких знаете добродеев на западе на третьем курсе помню я увидел где-то объявление значит конкурс на бесплатную бесплатный курс немецкого языка как иностранного в германии на месяц но я подал заявку сдал экзамен там четко это собеседование то все я что ты там потрепался по какую-то медиавистику что вот я хочу и библиотеки и то еще без немецком и не жить и занимаясь вторым вот мы взяли меня если за на месяц лиц там а значит пять часов в день был немецкого все остальное время до 10 вечера ровно до закрытия сидел дочек и херой вода который ходил пешком из общаги то есть у меня был первый опыт такой совершенно гениальный вот мы уже этого коснулись интересно а есть ли какое-то у специалистов зарубежных мы будем про ту же медиавистику говорить предубеждение что ли перед специалистами скажем из россии которые хотят заниматься их национальной истории или наоборот как бы вот есть ощущение что спец специалисты другой страны у него глаз не займет может как-то более яснее что дать хорош вопрос такой у меня с мало серебра будет комплекс но не все время но долго был комплексом типа не не родная ну да и главное что даже дело не в том что там что-то хуже понимаю в среднем верхнем немецком чем немец вы понимаете да то есть в древнем потому что твой родной древний язык он часто обманчив тебе кажется что одно и то же слово значит примерно типа я как русский человек всегда пойму древнерусский текст это конечно очень хорошо поскольку в оба гуманитарии прекрасно понимаете о чем я плюс среднеяковые общий язык латынь и в нашем изучении изучая латынь мы абсолютно на равных со всеми абсолютно на никаких нету преимуществ не у итальянцы не у испанцы не у француза не у немцы формальных дальше дело в школе который получил тогда вот но вот между тем не было конечно такое предубеждение скорее мою сторону я себя чувствовал таким скифом который приехал почему-то просвещать итальянских гуманистов там вот но я конечно делал клуб как у нас тогда были таскать вел себя корректно и учился у многих я не замечал никогда такого примут в лоб предубеждения но абсолютно очевидный факт что советской медиевистика и большая часть российской медиевистики то есть который западом занимается там не цитируется во первых потому что по-русски почти никто не читает собственно медиевисты изучаешь там не знаю в италии средневековую францию или в англии средневековую испанию он не обязан учить сложный русский язык чтобы прочитать три статьи какому-то мы знаем его приятели саши морей или мои подруги и рыбаришь если они найдут себе сил написать на каком-нибудь западном языке науки их процитируют может быть а в советские годы вообще ну то есть знали горьевича естественно да потому что его вовремя перевели благодаря поддержке львов и дюбей знали поршнева по некоторым причинам немножечко знали косминского знали дубеж рождественскую потому что она защитила в париж диссертов сарбоне диссертацию в начале двадцатого века на французском и писала по-французски иногда до своей смерти ну еще вот двух-трех человек вот собственно все а карпов из ныне живущих и здравствующих вот академик карпов который возглавлял долгое время из факта мою кафедру он еще в поздний советские годы напечатался на итальянском напечатали его книгу на итальянском на других языках в общем он такой был международный это кстати была одна из причин которая пошел на кафедре на кафедру тоже видел что вот такой вот не девиз которого все-таки там поскольку я не мне интересно стало существует ли практику наших ученых свои труды и статьи дублировать на английский язык вот чтобы мировое сообщество тоже да сейчас это стало более распространено чем ну скажем даже еще вот во времена моей молодости потому что правительство русское сознательно проводит политику интернационализации достижений так сказать русской науки и при этом у русского правительства ему не надо ничего выдумывать потому что наша физика математика ну как несколько так сказать близких близлежащих областей знаний в меньшей степени биологии медицины короче hard sciences там всегда все нормальное писалось и печаталась по-английски даже наши крупнейшие журналы советские успехи успехи математических наук там так далее они всегда были очень высокого уровня на международной арене и печатали там конечно люди на английском языке свои формулы свои опыты свои достижения потому что английский там остык франции в их среде и не нужен был английский уровень голос ворси и сейчас не нужен это же не как бы не риторический предмет а гуманитарного вас помимо того что она была в общем она все-таки очень здорово пострадал от совка на потом она пострадала безденежья и только вот в мои годы был такой культ изучения иностранных языков что мы все в общем моем круге общение но все выходили с несколькими иностранными языками мы все ездили вечно под а то мы не боялись там все из-за пива с очень плохим немецким и так 10 раз посидишь за пивом в конце концов начнешь говорить сами знаете по себе я думаю и то же самое со всеми остальными языками один из моих учеников что там начать его намечалась какая-то поездка стажировка в польшу но уже так он защитившийся ну там тип кит лекции прочитать но села выучил польский чтобы лекции причем пишет говорит по-польски вот но заодно там типа каком сказать в самолете итальянский выучил там эфиопский учил потому что интересно вы получается предвосхитили на следующий вопрос я очень хотел спросить а зачем вообще ученому учить много языков если по сути есть один сейчас язык прям который абсолютно универсальный но получается что ответ в духе сама выходит не совсем нет просто да еще если про специфику именно медиевистики то есть казалось ты медиевист вот латынь есть но если ты занимаешься не западом то есть греческий а лучше когда это и другое зачем тебе сейчас знаете огромное количество европейских языков но потому что вообще по моим представлениям их вовсе не навязываю на такое ощущение по чтению литературы что английский в гуманитарных науках все-таки не обладает тем авторитетом который обладает во всех остальных науках среди гуманитарных наук есть тоже разные ситуации то есть например лингвистика пожалуй наименее гуманитарная в традиционном смысле слова из гуманитарных наук она больше тяготит к английскому потому что там меньше риторики у тебя фактически математическая работа с языками лингвист оперирует сотни языков он их понимает но на них не говорит он их не знает залезняк был невероятным эрудитом полиглотом да совершенно невероятными языковыми способностями какой-то чувствительностью языковой и не он один но работа лингвиста не совсем в том чтобы описать с использованием риторических приемов конкретного языка какое-то явление а я как медиевист например если пишу по-французски но мои основные такие языки на которых я пишу это французский и итальянский немножко немецкий немножко английский но вот основные эти два когда я пишу по-французски но я вначале могу немножко там переводить свои мысли сформулированные на русском и родить их на французский постепенно когда я вхожу в ритм на второй странице я перехожу на французский и мысленно я уже мыслю на языке другой нации в другой такой стилистической риторической парадигме вот и занимаясь средневековьем ты не можешь рассчитывать только на английский на нем написано много многое переводится но совсем не все потому что англия в виду медистика все-таки очень европейская такая тема она очень развита в сша но весьма так специфически тоже для сша старый свет это ну такой как бы вроде и колыбель но национальные праздники все связаны с событиями на том континенте да вот и конечно медиевистика то в таком же загоне как и везде вот но одна маленькая англия с ее книжной индустрии но это смешно по сравнению с континентом то есть как минимум но трудно так считать мне кажется что девять десятых в медиевистике мировой нет недели десяток пожалуй четыре пятых делается не на английском языке и соответственно чё ну ты как были по игнорируешь вот это все либо ты делаешь усилия там скажем я никогда не учил польского но когда мне нужно было чуть прочесть прямо обязательно да ну сядешь разберешься по албанский я наверное не прочту но я не знаю албанской медиевистики по венгерским не надо немножко жалко я сталкивался с ситуациями когда вот надо было по-венгерски что-то прочесть но сами понимаете тут наверное знание языков еще какую-то воспитательную функцию выполняет важно вообще любого специалиста я бы еще сказал это самое в определенном возрасте еще терапевтическую это очень хорошая профилактика альсгеймера я пошел учить японский два года назад вообще кайф ловил просто там дошел там серединной формы глагола бросил опять взялся вроде вспомнил хирагану катакана полный бонзай я же молчу про иероглифы ну и как бы с ковидом тяжело это вообще не хватает и они к тому же одно дело в 20 лет учить я учил в 30 лет арабский в 25 иврит в 30 лет арабский и даже у меня было ощущение что я могу читать не иврите по-арабски ему вполне там прочесть не любой текст надо чтобы понять дай бог разобрать по составу фразу понять где причастия где значит одна из 13 11 13 беньянов глагола или как они там дома что короче мудренно это было но все это прекрасно конечно когда на первом курсе начал изучать санскрит я словил совершенно другие чувства как я начинал изучать английский тоже да то есть у меня от письменности от форм глаголов то есть да вот спряжение у меня просто все в голове переворачивался помню вот но это это было 18 лет взялся за санскрит и это санскрите 8 падежей по моему да это в хорошем смысле переворачивался или скорее в негативном 7 7 7 эффект это был очень слышно это когда я этим занимался вот в процессе меня просто кипела голова но сейчас я вспоминаю что это было просто круто на самом деле то что вот 18 лет ты залетел совершенно в другую сферу тебе не свойственную и даже сказать не близкую вот но это это было круто вот но мне кажется что не совсем был готов мне всегда интересно когда человек начинает заниматься тем что как перед ними лежит в каком идет сферу которая такая очень не очевидно ну вот буквально заново все начинаешь делать то есть ты пришел считай закончил школу ты думаешь что вроде как хорошо сдал экзамен вроде как у тебя какой-то бэкграунд есть но ты приходишь в университет и переходишь на факультет встоковедения висок встоковедения и ты просто понимаешь что ты абсолютно вообще ничего не знаешь то есть даже тебе английский никак не помогает в изучении языков индии то есть потому что они немного по-другому устроен я бы сказал что скорее помогло знание русского потому что точка соприкосновения больше намного больше но это как и западном средневековым получается тоже очень-очень я думаю что на самом деле вот условно когда мы изучали латынь с тобой это был такой light санскрит вот прям light light вот и в целом ты вот наверно примерно похоже чувство испытывал когда на первом курсе начал изучать латынь я вот сейчас про изучение западного средневековья на первых курсах университета подумал что это же как должно потрясать эстетически вообще образ западного средневековья он же такой колоритный как будто бы в массовой культуре точно гораздо более колоритнее чем образ там вот чего-то такого восточного подвосточный то есть имею ввиду нот славянская скорее это должно принять мне кажется мне кажется это субъективная точка зрения не ну сказал вот большинство например каких-нибудь сериалов или книг популярных вселенных там тот же что можно взять но пусть лин колец игра престолов это же все пропитым духом дамы сейчас немножко очень такой популярной темы просто мне интересно очень взаимосвязано это же все да как бы пропитана духом именно западного средневековья я бы сказал что прохождение ниже вот те быстрее это начинает грубо говоря залетать вот но тоже сказки но нужны не только детям да да и средневековья конечно такая сказка которая осуществима в художественной популярной продукции с помощью ряда достаточно очевидных приемов мне так кажется рыцарство значит какие-то цвета доспехи какая-то стилизованная куртуазность такая же стилизованная жестокость да то есть когда герман алексей герман покойный старший значит берется экранизировать трудно быть богом да он экранизирует фэнтези фантастику на научную фантастику ну грустную фантастику то есть это великая повесть о мире о планете которая не узнала возрождение и просвещение осталось в средней икоре поэтому там значит топят в этой самой выгребной яме книжника там вешают расчленяют а главный персонаж такой как бы герцог на не доноромата который значит там сопли вытирают всем вокруг своим белым платком вот он одновременно благородный но и жестокий как то так в общем трудно быть богом все прекрасно понимаем и фильм очень средневековый из самых таких как бы дорогих и художественно осмысленных кинообразов средневековья именно трудно быть богом то есть в общем-то русский фильм правда для справки может вы сами знаете сняты в чехии я насколько я читал я не смотрел его к сожалению я как-то я понимаю что такое кино когда ты ну за нем нужны реально цены правильно сесть и сидеть смотреть и дискомфорт преодолевать да вот я лишь читал историю создания и что герману он очень тяжел дался и по-моему он его не завершил он почти забыл собственно там что-то не не склеил последние даже в принципе это его начиналось все чуть ли не в семидесятом году они с другом все с другом с кем разговаривали вот очень с мишей мы хотели одну большую глобальную тему начать где несколько вопросов сдаем скоро сколько просто высушить до размышать потому что очевидно здесь ответа нет на нас это наверно больше всего интересовалась сегодня именно эта тема про проблемы научного сообщества если в общем говорить говорить и вот что интересно сейчас сильно упрощаем но на наш взгляд в научном сообществе если вот действительно сильно упрощать есть два типа ученого что один из них что-то вроде затворника то есть это человек как правило который годами может сидеть дома никуда не выходить писать переводить вот сиди дома и раз несколько лет у него выходит комить не обязательно сенсационная но просто статья хорошая или книга и в общем вполне такой классический образ а есть образ ученого поляризаторы тоже больших кавычках но человека который грубо говоря свои свои навыки свои знания несет в массы и принесет он заметен то есть он посещает подкасты вроде нашего да он организовывает какие-то может быть серии книжные или фестиваль в общем человек на виду и он считает что и каждый из них по-своему прав и каждого из них можно конечно и плюсы и минусы найти вот и нам интересно что вы об этом думаете потому что очевидно здесь нету ответа кто хороший кто плохой но поразмышлять нам кажется очень интересность это был просто должен ли ученый быть медийным вот если так можно сказать но по мне все-таки не должен не обязан может быть да но даже очень неплохой ученый из-за медийности может потерять свою ученость то есть этого в ущерб ученым да все собственно числе науки потому что целый ряд может быть объяснений скажем я наверное сейчас отношусь скорее к тому типу который ходит подкасты там летели не хочет так рассказать но я конечно не могу в телевидении или в очень популярном подкасте влезать в подробности каких-то какие-то тонкости которые меня интересуют в каком-то конкретном средневековом тексте первое второе все очень зависит от личного темперамента человека бывают интроверты которые совершенно нормально смотрятся в камере там да и готовы рассказывать потому что в жизни вот там такие скромняги там бывают интроверты которые не пойдут на и не хотят видеть себя в камере я всегда считал что я экстраверт но как только я вижу себя свое лицо на экране видео видео мне неприятно реально неприятно видеть себя в видео но я на видео при этом я хожу что я знаю что вроде это не вызывает такого же отвращения у зрителей которые начнут меня смотрят или слушатели моего голоса голос мой мне тоже неприятен и возможно я как бы интроверт да но мне как бы интересно то что вот медиавистика сейчас так вот на слуху на виду и что меня спрашивают какие-то вопросы мне какие-то задают нет эти интересно но вот у нас была очень известная медиавистика такая покойная наталья ивановна басовская мы преподавали вы хорошо знаете вы наверное ее еще застали да я не учился но виделись где-то конференциях и прочее и и мне кажется последние даже два десятилетия не то чтобы там относится последние два десятилетия и и знали как про ректора и как историка который знает абсолютно все чуть ли не на любые темы и слава богу потому что ну повторяю замечательным человеком но совершенно очевидно что ученый она далеко именно ученый строгом смысле слова она совсем не во всем том что она рассказывала не значит она не права но я бы например вот примеряя на себя ее ситуацию наверное я бы где-то остановился олегов покойный тоже но он уже нет с нами 66 лет 7 лет 7 лет назад его не стал в 90 лет у меня значит представьте себе что вот он уже был очень известен ему был там лет 47 48 значит он был прав и профессором в практической школе решил создать сам себе школу отделить отделить секцию ну как факультет по нашим на и сделать ее самостоятельной школы и одновременно стал медийным историком и лет там сейчас точно не помню 30 40 в общем до последнего там еще мои годы когда я был в париже он вел так называемые понедельники истории на одном из культурных каналов французского радио телевидения радио каждый понедельник на всякие самые разные исторические сюжеты вся франция знала его немножко такой безгливый голос к и высокий иногда на фальцит переходишь вот но по своему обаятельный такой скрипотцой какой-то вот и вместе с этим голосом вся франция впитала его взгляд на историю потому что когда ты оказывался за столом слегов ну ты понимал кто перед тобой а это не просто радио ведущие совершенно особого тип ведущий и одновременно он был ректором ну то есть у них нас президентом этой самой школы высшей школы социальных наук в которой я потом и учился но и как бы вот льгоф с одной стороны ученый полноценный но там не вышел академик еще что-то такое на вполне академический учет и одновременно очень крупный поле популяризатор науки за это сочетание он даже от пивоварни хайнекен получил как невероятную премию под конец жизни типа 100 тысяч евро или что-то такое мы там все обалдели вот чуть ли не первый историк вот так но повторяю возвращаясь к началу моего ответа мне кажется что эти самые кабинетные крыс там или архивные которые все это никуда не суются они совершенно необходимы только если они хотят получать зарплаты хоть какие-то надо все таки там не одну статью за пять лет хотя бы парочку чтобы в этом был результат университетский преподаватель тоже собственно может быть таким вот но в былые годы можно было действительно преподавать небольшим группкам но у меня были мочить латыни он представить его себе перед аудиторией 100 человек совершенно немыслимо он вел латынь там семьи восьми человек но часто занимался со мной один на один много раз да и вот ему там было комфортно вдвоем сидишь мы копаемся над каким-то там сложным местом у матвея парижского кайф я там многому научился ничего его вот этого не он видел процентов 10 очень слабое зрение и такой какой-то несчастный вот представить его себе там перед телевизором я вот помню в моем суте есть библиотека имени академик топорова вот и я помню когда начал учиться нам рассказывать что вот как бы вроде как очень такой большой ученый был но при этом такой очень скромно ходил в одном и том же костюмчики 10-15 лет вот и как-то вообще не мелькал все думали что там не на студенты молодые даже думать что типа за дедушка ходит пока не представляли за это же таких видел в целом цега за споров тоже такой бибихин какой-то из бибихина встретился в метро он так значит какую-то книжку он там не передавал для кого-то в париж здравствуйте очень приятно познакомиться в храм божий да и собственно был вполне православным но почему я должен быть на метро ботанический сад обязательно в храм божий нет он шел в храм божий и в церкви город стоял вот так вот со свечкой отдельно всегда со свечкой вот а лекции читал правит генштейна бибихин сейчас там любой философ знатку бибихин миром ирдашвили бибихин там дорога охутен вот иначе такой тоже пиджачок помесь пиджачка слаб сердачком вот и веревочка такая вместо ремня такая веревочка повязана а вот и ты в общем уже до конца понимаешь перед тобой дух францисканец какой-нибудь или бибихина по бумажке такой ну какой-то комментарий на философ логика философский трактат и длилось это год и полная аудитория почему-то всегда когда я вижу очень важных людей ну из разных сфер у меня первомысленный вопрос всегда связан именно с метро вот мне все время интересно встретить этих людей в метро как будто метро это максимально уравниловка такая наша у нас да хотя наверное в метро люди довольно такого высокого уровня не есть но тем не менее ну мне просто интересно всегда представлять вот встретить этого человека в метро понял бы я по нему по глазам может по внешнему виду что это за человек чем он занимается да это интересно вот и хотел дополнить защиту таких людей в этом же ну да таких людей некрасиво просто в этом же есть какой-то шаром на самом деле как будто бы этот шарм такой как сказать наиболее характерный для класса ученых мне кажется это образ такого философа книжника как будто бы из поколений передающийся мантич меня просто да это романтичные меня в какие-то моменты это приняла всегда вот когда я про топорова тоже услышал мне это прям восхитило вот но мы с мишей за годы учел бы и не только и разных людей видели из научной сферы и всем приняет по-своему поэтому нам это интересно то есть не теряется ли здесь где здесь истина в принципе в этом вопросе то есть какой ученый ближе к учености тот который сидит дома в общем такой аскезу приняла до или или кому условно какой-нибудь андрей львович юрганов да который каждую свою лекцию устраивает просто театральное представление что мы вот так вот сидим так ну или даже басовская это тоже всегда мы все тоже да активно работает с аудиторией из того рассказать но вот я с басовской я никогда не снимался с юргановым снимался и я помню что но он очень милый вот так вот значит сидим прямо сейчас да ведущие непонки люди не гриши люди на историк юрганов и я чуть такой по средневековиду жаля и юрганов как начнет говорить и действительно перформанс такой и как-то я чувствую свою неуместность курс и узнает но прежде чем умный там русская средневековая сравнивали русская и западная средневековая ну так поскольку ведущий был там на меня как переводил стрелки вот но было совершенно очевидно отношение с на и знакомство с ним собственно совершенно очевидно что юрганов такой как и басовской как игорь данилевский и кто-то еще такой тип ученого который призван нести в массы голосом то что он знает он может быть чем-то неправ этом все в чем-то с ним не соглашался совершенно нормально вот кому-то этот темперамент может показаться навязчивым и неприятным и это тоже нормальная реакция кому-то может показаться голословным то что там я не знаю даже покойная талии ванна говорил там наполеоне ли что-то не будучи специалистом но вот я помню я когда готовился к диплому я читал но я я писал диплом права военгроз вообще но воды и я когда читал ее интервью я понимал что как-то не совсем согласен то что она говорит то есть некоторые вещи я бы сказал даже немного популистские были вот ну то есть она как-то прям рубила но это вот вроде бы неплохо сколько людей такие такие популистские речи привели в науку привели каким-то интересам которые потом могли его что-то более глобальное вылиться то есть в этом же тоже огромное количество плюсов но я бы тут у вас ребят чуть-чуть перестанавливаю на слове популистский потому что она окрашена но и популизм это поиск популярности себя и как бы трапишь толпе что ли идешь на поводу там каких-нибудь интересов толпы это одно а другое дело и не очень нравится вот другое дело желание сказать сложные вещи простыми словами чтобы они были понятны может может дать для начала всей университетской аудитории и дальше шире как бы и даже вот эти вот круги их много тех кругов на самом деле да каждый для себя может выбрать сначала одно ты начинаешь ну когда тут преподавать начинаешь тебе сначала дают маленькую группу ты там лежку семинар то все потом хоп ну смотрят ты чуть подросте дает лекционный курс на 30 человек на 40 человек потом вообще подружки дают там 100 человек тогда когда тебя дают 100 человек то обычно уже там минимум доцент тип там те 30 что-нибудь такое ты начинаешь уже сам управлять немножко своей судьбой и там позовут тебя куда-нибудь там дать экспертное мнение на радиомаяк по поводу или еще раз-два-три попробовался ты понимаешь что ты говоришь аудитории уже там в несколько тысяч человек да и они совершенно не обязаны быть студентами что ты думаешь об этом но дальше вот каждый выбирает для себя что он хочет чтобы у него было 200 тысяч слушателей или там 200 тысяч подписчиков в паблике или где ну в разных формах там да или все-таки он обращается может даже кому-то одному у меня в записной книжке было долго записано очень такое красивое выражение моисея маймаида величайший еврейского философа 12 века где он в прологе к противодителю растерянных говорит я вообще предпочитаю говорить с одним избранным человеком и его одного вывести из заблуждения в котором он оказался чем рядиться в чужие итоги и там значит выхватывать всех а с другой стороны ну вот живем мы с вами значит в этом сбрендившим с ума мире нетерпимом и каком-то грустным и думаешь блин чё-то надо сделать для себя но этим там запускаешь книжную серию очень популярна или там еще ну кто во что гораст если у тебя есть такое желание то же самое во всех остальных областях человеческой жизни нужно надо осуждать политика за то что он хочет быть лидером своей страны не то чтобы по определению конечно в основном мы видим что происходит повсюду но можно быть политика в какой-то одной области не лезть там куда-то не не разбрасываться что-то еще в общем популяр популяризатор ства не всегда популизм а популизм не всегда популяризм про преподавание поговорили затронули эту тему вот тоже ведь такая сложная ситуация преподаванием вроде бы все какое-то время начинающие специалисты начинает заниматься и студенты начинают подрабатывать там в роли репетиторов ну что естественно хорошо и начинающие ученые вот уже такой университетского уровня им тоже так или иначе приходится этим заняться это такой самый логичный путь да и самое главное это путь необходимости потому что это самый главный путь приносящий какой-то доход который нужен всем но дальше ведь в этом не все остаются а многие остаются но в чем в преподавании вот я сейчас да про ученых не обязательно медиевистов но про них в том числе и вот интересно тоже что можно назвать важнее для начинающего специалиста хотят для всех наверно по-разному вот уходить тоже в себя уходить даже не в себя в свой свои научные интересы или важно подпитывать какую-то подрастающее поколение то есть заниматься отдавать преподавание столько же сколько ты отдаешь конкретным научным студентам написанием книг переводом и так далее то есть не всем же это надо и интересно тоже как вы на это например смотрите то есть преподавание нужда или необходимости нет так это вернее или призвание да это призвание выбор не оставил но это да тут путь через который я прошел собственно первый опыт вообще в школе еще 15 и уже постоянно с 18 лет и дальше иностранные языки тоже за них платили как-то и работа не пыльные как говорится да то есть ты с каким-то нормальными ребятами там основным школьниками иногда сверстниками своими были у меня ученики и старше меня и мы друзья по-прежнему с ними то есть это очень по-человечески хорошая работа и многие из моих учеников учениц тоже преподают кто что историю и иностранные языки и русские того чтобы раз вот я вас большим уважением всегда к этому труду отношусь и мне кажется что он очень полезен для науки потому что ты опять же научаешься объяснять иногда сложные вещи простым языком вот я во всяком случае это многому научил ты просто должен формулировать на грамотном языке чтоб тебя понял там школьник какой-нибудь 10-летний 15-летний в зависимости от того какую функцию ты выполняешь но к науке все-таки это конечно имеет посредственное отношение это рядышком но ты не развивает твои формально твои научные способны и много сил отдают да и сил забирают порядочно ездить часто приходится готовиться к урокам то же самое университетское преподавание но университетское преподавание больше связано с наук потому что по идее ты преподаешь ту область в которой являешься специалистом в любом случае хорошим по сути там какая-то уже должна быть дискуссия да вот что вот со студентами можно все это обсуждать и по идее как-то из этого очень зависит конкретной ситуации на если например вы нашли себе группу там несколько учеников которые хотят под вашим руководством осваивать философию или там историю средней коми ты с ними читать абсолютно тоже что читаешь студентами в университете следующий этап это но освоение любой науки но грубо говоря одно дело прочитать панчатантру в русском переводе другое на санскрите правильно вот тоже самое с история моих бедствия беляр по-русски на латыни или в английском переводе и там еще куда переводе с комментариями чем бы ты ни занимался в гуманитарных науках но есть разные уровни освоения вот начинать все равно надо с малого и когда ты сам освоил в качестве ученика что-то первоначальном уровне то повторить тоже самое уже поменявшись ролями это конечно хорошее упражнение потому что ты сам увидишь что что-то непонятно когда ты работаешь со вторичным материалом и тебе захочется как бы тебя студенты могут спросить или твои там школьники а чё там за вот тут он говорит что значит из кирпичей сложили стены древнего урока но они рассыпались через три месяца не знаю вот он залезаешь в примечание там написано что кирпичный был сырец ну и как бы сдувать а поэтому у нас нету мисопотамской архитектуры потому что жечь было дорого древесины мало вот и часто строили ничего вот это узнаешь когда залезешь сам чуть-чуть глубже и все то же самое с я не знаю с пушкиным с декабристами с лениным со сталиным вот как бы влезаешь так что это кажется не не бесполезная трата времени но как бы если вот ты начинающий ученый тебе хочется только твоей науки то не весело тебе придется а вот такой вопрос у меня появился что вот условно будь у вас какая-то просто супер возможность заниматься только наукой чтобы вас не было нужды финансовой заниматься преподаванием вы бы выбрали такой бокс ну я не знаю в принципе как всегда был очень университетским человеком и когда у меня бывали всякие искушения значит уйти чистый ногах был немного на не то я отказывался потому что мне было важно иметь постоянный контакт с теми кто сначала были чуть-чуть моложе меня нормал уже и сейчас фактически с теми кто мне годятся в дети ну как вы собственно как иван примерно сверстники мои дочки вот и мне нравилось читать лекции вести семинары что будет сейчас трудно загадывать понимаете если нас еще два года поддержат вот в нынешнем режиме то университет возможно как традиционная форма передачи знания там рёт сам собой его заменит курсера открытое образование там не знаю как скилл бокс с которым только здесь могла быть дарьком здесь могла быть ваша реклама мне не заплатили за это тяга к знаниям при этом благодаря всем мировой сети она невероятна то есть возможности получить дополнительные знания или даже целый диплом там даже магистрский диплом получить онлайн и вышки в лучших университетах мира они налицо и раз это создается значит это кому-то надо и чё как бы обруги обругать это все нет конечно но это вся тема наступает на пятки традиционному университету с его аудиториями с контактом непосредственно сиденье за столом вместо того чтобы собираться вокруг латинского текста за столом проще собраться в зуме все открыли себе соответствующий документ расширил экран тыкнул пальцем там показал на себя книжку показал кто у тебя за спиной стоит но как бы это вот я описываю вам свою рутину гениально удобно вставать никуда не надо но единственное что отсыхают ноги если не заниматься спортом то превратишься как раз вот эту штуковину но и тут я начну завершить свою тираду мы разучились общаться вообще студенты со студентами я просто попадаю в группе со средствами 20 люди как люди только смотришь они вообще сосед не интересен не сосед не соседка раньше хоть это можно было бы там заглянуть чуть такого сейчас во первых все боятся не дай бог ты чё подумает и тут будет и харассмент и импичмент и не за что то ли как бы уже не интересно но плюс иначе ты можешь часто в масках у тебя выражение лиц нету и когда ты читаешь вот значит этим маскам что в экране что живем ты не знаешь они они вообще тебя слушают не слушают смотрят выражение глазах нет потому что все нижней части лица нет значит теперь представим себе тоже шняга во всех сферах человеческой жизни в управлении государствами международных этих самых там я не знаю может быть собственно наука действительно захлопнется в саму себя с мою себя все будут сидеть либо в своих лабораториях либо у себя дома либо в библиотеках там где есть приличные библиотеки и сдавать книги вдруг книги тоже издается на расстоянии раньше ездили как проклятые с этим бумажками вычитывали там скрипали теперь это все рассылается но мне вообще кажется что она образование пока не может дать что-то подобное вот именно этой самой университетской среде вот конечно вообще мало что живой разговор заменит как не я же даже не только разговора вот именно сама атмосфера которая создается на семинарах да вот когда вы все вместе сидите что-то обсуждаете особенно когда группа небольшая то есть там условно 7 человек и 20 человек это совершенно как мне кажется разные атмосферы вот и она образование не может выдать пока с одной стороны не может с другой я думаю что ушло в прошлое окончательно такое явление как университет исключительно в стенах университета сейчас вопрос в 25 процентах 25 процентов университетского образования в виртуальном пространстве это чистая экономия средств и ресурсов на содержание помещений дальше идут вариации по странам по континентам по университетам кто-то как мы и значит 25 курсов вещают в кампусы да и соответственно у тебя опять же экономится время человека часы и стены в кампусах может быть обратно из кампусов из провинциальных кампусов москву смежные какие-то всякие все прикольно не выезжая из перми ты уже немножечко в москве неплохо вот но преподаватель чувствует себя как котелом известны граммит и за экстрим в ответственный момент своей жизни отела значит перед ним нас демона который ты молился то ли нет он фил спин текст вот и я тоже фил перплекс передо мной иначе сидят предположим вот вани и ко на его курс 15 обормотов за которых я отвечаю перед богом чтобы они что-то такое усвоили я понимаю очень важен от контакта которого они только что стал сказал что я мог ткнуть а вот вы вася почему сегодня не готовы вася значит там стух от стыда и на следующий раз пришел а туда ему ткнув зум не жарко не холодно выключил камеры там там ситом и там уж и кушать или того меня вспомнили да но я про более такую радужную картину на самом деле говорил такая положим никогда вася третирует а наоборот давай сам хочет поговорить не у нас было собственно мы нормально собирались и в зуме то что я свои практики даю пример но то есть представить ситуацию любого рандомного преподавателя у него вот здесь группа сидит и еще на 1 кампус вещать он и он преподаватель одновременно здесь и там и виртуа и как бы и так и сяк и дух и который носится над водами да и тело которое значит вот либо держит аудиторию любни держит аудиторию либо стоит либо сидит например для любого там профессионального университетского преподавателя вопрос очевидно что занятие проведенное стоя и занятие проведенное сидя разные не только по форме на и по содержанию и в некоторых странах если ты на конкурсе преподаватели вдруг садишься когда ты читаешь пробную лекцию ведешь пробное занятие то это отметит жюри и тебе будет вот такой вот жирный минус ну вот потому что ты должен быть даже вот я вспоминаю сейчас как я посещал пары да то есть я смотрю что именно самые скучные курсы приватим здравствуйте да вот наша тема да и короче там целую пару читает или просто что говорит вот а самые обычные звезды они просто они вообще не садятся они постоянно взаимодействие с аудиторией ходят туда-сюда то есть набор там блестящий лигов всегда сидел его ученики тоже не принято дорида ходил тоже не было амфитеатр да и но очень популярный был таскать и больше четки 16 округа вообще с ума сходили вот мишель пастуро который тоже очень популярный из тех таких звезд именно звезды как преподаватель он сидел полный есть полный как лигов такой даже болезненность полный поэтому начинал ходить как не ждешь него дорида был вот посторон сидела говорю в общем довольно спокойно и при этом он абсолютно держал потому что он говорил ровно на добру так хорошим достаточно богатым но не сложным французском языке иногда об очень сложных сюжетах и такие же его и книги он абсолютно в этом плане равен себе в разных формах во франции вообще не очень один был я помню в коль пратик до читал такой странный курс который назывался в поисках совершенства он учил нас как значит правильно вести себя в аудитории и вот он значит приходит какой значит пиджак там в тройке какой-то где-то там на десятой минуте скидывается пиджак потом он скидывается еще что-то такое закатывает то ночью такой рукава вот ну и все это такая вот эквилибристика тело в дело это было по-своему прикольно но на четвертом занятии я как бы понял что все это значит как бы спектакль ну окей я понял так тоже можно и ушел сам повторы такие пошли но это было и у мишеля фуко он тоже был такой как бы в этом что ты скажешь что мишель фуко это один театр но нет недавно пересматривал трилогию властин колец и попутно решил наконец прочесть письма толкина вот которые изданы и на самом деле я даже не знаю что интереснее сам властин колец или письма которые он на протяжении своей жизни написал через издателям своим своим детям то есть мне просто очень прикольно было того как толкин думает вот и потом я еще читал как то есть студенты писали о том как толкин вел свои семинары то есть как он читал bio вульфа и просто нет собирался вообще весь поток никто не пропускал все сидели вот так вот просто за выраженный вот потому что помимо того что толкин он как бы очень шарил bio вульфе да вот он еще и очень красиво мог это изложить я как бы читал то есть он даже вот свой язык его и физика стран называется не помни хорошо точно сейчас может быть ошибка в плане вот он именно работа на то чтобы сделать его звучит вот и это было мне мяч да это все индивидуально на самом деле вот вторую тему такую сложно обсуждаем и все время все убирается в то что лично темперамент и характера а у каждого должны быть и такие-таки другая еще тема интересует очень тут уже не совсем связан да с личностью скорее с тем что в общем-то это лично сделать вот у нас например сейчас на столе лежат две книги которые вы издали написали и одно из них это издание до непосредственно источника михаил скотт автор по моему двенадцатого века да ошибся тринадцатого века непосредственно источник ну естественно оформленный так чтобы можно было все сочетать с комментариями с носками в общем-то совсем аппаратом чтобы это можно было прочесть рядом лежит уже ваша книга это монография ведь можно назвать но эта монография до душа мира про тоже двенадцатый век про мир в котором получается жил михаэль скотт тринадцатый да все время хочу двенадцать уйти 13 я тоже писал но мы про него еще и поговорим да про всегда по тринадцатый век и вот что мне интересно здесь при так или иначе ученый и научное сообщество но контактирует и непосредственно связано с остальной публикой никакого снобизма здесь нет просто есть ученые которые конкретно занимается там той же медиавистика есть просто люди читающие культурный абсолютно разных возрастов и вот мне например кажется что не все стоит из глубин веков доставать это может быть тоже как снобизм можно прочесть но просто гораздо полезнее быть тем кто расскажет про михаэля скотта естественно это интерпретации естественно там будет очень много лично на это гораздо более как мне лично кажется полезнее чем например делать большое количество издавать источников непосредственных да с комментариями да с какими-то пояснениями чтобы у понять не читать но я как понимаю это позиция не очень популярна по крайней мере сейчас и и плюсы и там и там есть и огромное количество источников сейчас издается даже например там издательство наука очень любит это делать вот те же средневековые памятники всевозможные вот но мне например все время была интересна именно история про монографии вот и мы с мишей когда готовились тоже как-то перемизировать до полемизировано эту тему вот интересно потому что у вас есть это это интересно чтобы поэтому вот это у меня просто сам тоже интересно потому что скажем почему не сдавать то есть как мне отдавать переспечения монографиям потому Потому что фанат своего дела, ученый, узнав про это, он обязательно до всех этих подробностей, до всех этих памятников сам докопается, сам все это прочтет. То есть, что вы насчет этого думаете? Да, быстро еще скажу. Просто условно, я студент, с медивистикой знаком слабый. Вот у меня есть две книги, я прочту и то, и то. Прочту и Михаилу Скотта, это будет интересно. На это потрачу время, комментарии тоже мне много всего дадут. Но, скорее всего, эффект от этого останется не таким сильным и гораздо меньше мне даст, чем, например, монография. Я сейчас сознательную сторону монографии занял, понимаю, что там минусов тоже полно, но просто вот мне так кажется. Ну, хорош, вы такой вопрос затронули. К тому же, действительно, его нигде никогда ни с кем не обсуждал, публично. Душа мира – это две мои диссертации. Кандидатская русская и французская, которая оказалась, собственно, расширенной русской кандидатской. То есть, в 2002-м я защитил русскую кандидатскую, в 2006-м французскую докторскую, и в 2008-м выпустил «Душу мира». Сами понимаете, последовательность очень ясна. «Душа мира» во Фридрихе II и его круге, то есть, это Южная Италия, переполнение XIII века, и одним из ярких персонажей там был этот самый Михаил Скотт, переводчик с арабского на латынь, астролог, медик, ну, как бы корчил из себя пророка, или хотели в нем видеть такого, как бы, пророка. Вот. В общем, персонаж довольно калорийный. И Михаил Скотт стал одной из причин, по которой я, ну, таким поводом, что ли, да, который заставил меня заняться всерьез с Фридрихом II, где-то там в 98-м, то есть, занялся ты еще в 96-м, но в 98-м стало ясно, что можно и нужно писать об этом диссертацию, потому что персонаж довольно известный, даже есть баллады шотландские, о нем он такой, как бы, маг, там он упоминается в божественной комедии, там еще что-то такое, как бы, Майкл Скотт, для любого медиевиста западного, ну, в всяком случае, слыхали. Либо как переводчика Аристотеля, либо как мага. И выяснилось, что его главное сочинение не издан, это только рукописи. Эти рукописи, ну, тогда еще, там, в 2000-м году ничего этого в сети не было, сейчас некоторые из них уже есть в сети, да, то есть можно их почитать, если ты владеешь полиографией и латынью. Вот, но в медиевистике, и то вовсе не только в ней, вообще в такой серьезной исторической науке, критическое издание, древних текстов, это же, это такое же важное дело, как написание, собственно, того, что мы с вами называем монографией. Монографиями. Это тоже исследование. И не обязательно подготовительное исследование для чего-то следующего, для какого-то синтеза. Это уже самостоятельное вполне исследование. Ты садишься за рукопись, ты ее транскрибируешь, но дальше наступают следующие этапы критической обработки этого текста. Поиск источников, сведение вариаций из разных рукописей, подготовка того, что называется филологией, критическим текстом. Эта работа объединяет, как вы прекрасно понимаете, несколько дисциплин. Ну, прежде всего, конечно, историю и филологию. Но это может быть и история искусства, например, если рукопись иллюстрирована. Это как раз был мой случай. Ну, и, конечно, вспомогать такие вспомогательные как бы исторические дисциплины, как катекология, полиография и прочее. Вот. Я любил всегда транскрибировать рукопись, потому что это... В этой работе есть что-то очень средневековое. Они же переписывали, да? У них не было станка. Вот. И когда ты сидишь и переписываешь, ну, особенности от руки мои. Первые опыты были, конечно, от руки, потом уже, ну, сейчас на компьютере. Ну, вот. Сейчас вообще школа Харти придумывает машину, которая будет читать за нас. Вот. Но это как-то тоскливо. Блин, ты засунул там в сканер рукопись, и тебя, значит, выдает там с какой-нибудь погрешностью в 7 процентов, ты дальше эти 7 процентов вычищаешь, вот, собственно, и все. А где вообще? Ты кто? Как работа забыл с переводчиком. Ну, да. Как работа забыл. Можно же, в хоб загнал, но дальше выправил текст. Все. Но как-то... А как же о диалог? Да. Вот ты вступаешь с рукопись, все, в диалог настоящий. И не когда ее читаешь, а когда ты ее транскрибируешь. И транскрибируешь для того, чтобы все другие прочли. И в этом есть что-то очень средненького, не только потому, что ты повторяешь движение певца. Да? Даже если ты его не повторяешь живьем, ты как бы транскрибируешь текст, ты повторяешь матурику руки средненького певца. Песца. В какой-то момент ты узнаешь, например, что он локоть не ставил. Средненького песец, он на весу работал. Рука постепенно устает, и сам он устает. И поработав так вот с десятком рукописей, понимаешь, что бывают хорошие рукописи и плохие рукописи. Что это такое? Хорошие, плохие. Все рукописи хорошие. А нет. Бывает, что песец был внимательный и грамотный, и понимал, что он делает. Бывает, неграмотный. И ты тогда понимаешь, что ты должен, не потому что он такой негодяй, а потому что рукопись вот именно хуже. Ты должен ее исправить. Но ты не можешь ее исправить, потому что тебе так показалось. У тебя должно быть тысяча причин, чтобы исправить каждое конкретное слово. Это то, что вы найдете в моем издании Михаила Скотта. Я вовсе не считаю его там идеальным, потому что, конечно, я мечтал о том, чтобы не только издать эти два трактата по-своему замечательные, но и перевести их на какой-то современный язык. Но мне не хватило порога. Книжка была бы толще в два раза, но как бы переводить Михаила Скотта на русский еще туда-сюда. На французский, конечно, меня все-таки сдает. Французский немножко сдает. Я могу кусок перевести, стихотворение даже могу перевести там и прочее, но так вот прям сесть и переводить на французский язык. Я все-таки чувствую свою чуждость по отношению к очень родной мне. Франции. Писать по-французски другое дело, как пишет себя. Переводить другое упражнение. Но я также знаю, что я очень горд этой своей книжкой. Другая девушка должна была выйти на 10 лет раньше. Но откладывал по 10 причинам. И, конечно, она вышла. В хорошем издательстве. Всем спасибо сказали. Мне многие сказали спасибо. Писали. Конечно, это для узкого круга. Это специалисты по средневековой науке 13 века. Ну, наконец-то. Многие друзья могли потроллить. Мы ждали 12 лет назад. Но уже поздно, чем никогда. Ну, слава богу, а то твой этот самый файлик уже задолбал. Он у меня валялся где-то на книжной полке или у меня в компьютере. Теперь у меня есть нормальная книга. вот. И я знаю, что я умру, и моя русская монография будет давно забыта. А издание Михаила Скотта останется навсегда. Для узкого круга. Ну, душа мира это тоже как бы такая ученая такая книга. Ее сейчас уже я поэтому ее припер, потому что научпок мы все знают. это как бы такая почти отчетная вещь. Хотя и кажется, что в целом ее читать можно. И там есть прикольные моменты какие-то про соколи на охоту, про астрологию, про гигиену. Там, не знаю. Забавные вещи. Вот. Но у Михаила Скотт вот такая штука. Михаил Скотт такие два, значит, трактата и дедит Олег Воскрабуйников это навсегда. Даже если будут другие издания и кто-то сделает лучше, это будет Эдитсо Принцепс. Я немножко альтмануций, понимаете? Ну, немножко. Чуть-чуть. Я это прекрасно понимаю, на самом деле. Вот. Поэтому как бы я очень за этот жанр и вы тоже это, Ваня, по себе знаете, потому что на первом занятии моего курса я вам рассказывал про то, какие могут быть ВКР, какие могут быть курсовые. вот такая критическая работа с древним текстом это очень благородное дело. Вы немножко свое я в кулак вот так вот сжимаете как бы и говорите я собственно здесь для того, чтобы вас познакомить с прошлым, каким оно было на самом деле. И тебе никто никогда не скажет, не посмеет, что а что ты там не прочитал того сего вот как-то голословно. Да, они какие-то неинтересные, мелкотемия какой-то. Потому что любой осколок прошлого он ценен уже тем, что он осколок прошлого. Ну дальше, конечно, твое издание, смысл твоего издания в том, чтобы показать, почему этот осколок прошлого важен. Иначе хоп, забетонировал раскоп и до свидания. А можно открыть и заставить, например, твой город застеклить, чтобы кусок этой белой стены был. Такие случаи я знаю, сам в центре Москвы написали письма и добивались. Здесь абсолютно то же самое. Такая археология текста. Вот. Ну по-хорошему, конечно, надо сочетать. И последнее, у вас там звучало на издательство «Наука», третий тип, но я не принес. Третий тип работы, взаимно, который связывает эти две власти, это переводы. Наука, конечно, издает и оригинальные тексты по русской истории, прежде всего, русской словесности или археологии, это понятно. Но иностранные источники наука, в смысле наша, наука не издает, потому что кто их здесь будет читать? Ну, грубо говоря, того же Михаила Скотта я теоретически, наверное, мог бы издать и в науке, или там приложением к своей душе мира. Но я понимал, что здесь не та аудитория. Здесь надо переводить. И вот переводы древних текстов на русский язык с языка оригинала, приучить, ну, учитывая иногда существующие переводы на другие современные языки, это тоже, по-моему, дело стоящее. Ну, плюс профилактика Альцгеймера, да, как я вам вспомню, медиевистика это профилактика Альцгеймера, да. Вот, ты работаешь, там можно работать с разными языками, вот, ну, я переводил с латыни в основном, иногда там, с какого-нибудь старо-итальянского, и сейчас вот выйдет книга перевод с итальянского, одной современной книги. Это вроде бы, ну, немножко вторично по отношению, собственно, к научному поиску, но я лично тоже считаю это упражнение очень важным и очень научным, потому что один умный дядька из Института Варбурга меня научил, когда я был мальчишкой, что, и так он как-то это спокойно за чаем там сказал, в столовой сидели, ну, ты же понимаешь, Олег, что там легко переходишь на «ты», ты же понимаешь, Олег, что пока ты не переведешь весь текст, который ты изучаешь, ты не можешь сказать, что ты его изучил, ты должен его сформулировать на том языке, на котором ты мыслишь, или на котором мыслишь в данный момент, когда ты пишешь статью, да, пока нет перевода, это все трактовки, а вот когда есть перевод, ты не можешь обойти острые углы, у тебя есть непонятное место в тексте, и ты, как переводчик, обязан его передать, или оставить без перевода и сказать ребят лекцию дефицит лер там не знаю вообще ничего не понимаю в его берите от меня ты можешь расписаться в непонимание или вниз на ну тогда ты отказываешься от текста гэш я беру дистанцию историки очень многие я не буду называть на ни в коем случае но я знаю совершенно конкретные примеры в том числе и моих маститых учителей там коллег то поколение они прямо обходят текст читают у тебя источник до тренин там нужны эти информации ты не понял две строки и ты можешь процитировать поставив отточие можешь очень цитируйте своими словами пересказать и то что ты не понял просто тупо вырезать если ты честный ты дашь оригинал сзади в подвале или где-то и тот кто знает язык лучше тебя он залезет им а тут еще вот не доска а если ты те все равно это ты пишешь научно популярную книгу какой нигде сносок меньше хоп и дальше пошел в этом перевод даже самого скучного текста всегда честнее чем на монографии вот наверное один из последних вопросов которые мы хотели коснуться он связан с уже непосредственно средневековье вот много чем занимаетесь огромное количество на самом деле работы делайте вот в плане медивистики имею ввиду издание текстов разного вида но вот на одном из интервью по моему школе злословия когда вас спросили про основную тему попросили сформулировать какую-то одну которую вас наиболее больше всего интересует средневековье вы сказали про соотношение разума и веры средневековых людей и на самом деле и мне очень сильно интересно я бы его хотел по-другому немножко сформулировать сейчас ведь на самом деле вопрос разума и вера это такой вопрос очень интеллигентский тоже интеллигентский почти слабский да в кавычках в общем вопрос человека образованного и по сути люди средневековые которые вы занимаетесь это тоже как правило люди образованные тот же например фридрих 2 вроде бы вроде бы король но один из самых просвещенных королей средневековья михаэль скотт обеляр это люди образованные и их образованность есть ощущение ничем ас ну как мне кажется мало чем отличается от образованности современных тавтологии образованных людей интеллигенции вот и мне интересно было бы спросить как вы считаете вот средневековые даже не так образованные люди средневековья насколько сильно образованные люди современные те же например университетские преподаватели похожи на интеллигенцию того времени можно ли говорить что вот это вот прослойка корпорация если так можно сказать да интеллигент ну получается образованных людей сохранилась и вот сейчас в таком же виде присутствует на хорошо просто но мне кажется что университетская современная среда действительно очень многое у нас следовало от средневеков университетской среды и даже от городских школ двенадцатого века раньше вряд ли монастырская учености монашеская такая аскетическая ученость она действительно другая по цели мы по стилю общения там по задачам которые написали ставил по социальному охвату но генетический университет к же связан с монашеской образованностью и словесностью университет родился из похорон одна из первых привилегий университет были похороны и праздник внутризна такая по ушедшему профессору я сам читал несколько писем соболезнований на что-то умер там магистр напишет у вас умер там магистр по иногда даже им не называть или а или п и ты думаешь это бартоломеус или петрус или кто-то нагадаешь но все равно ты вижу то есть это очень серьезно источник по истории университета вот эти самые письма письма с соболезновыми вот утешительные письма так можно назвать были было и множество там каких-то ритуалов или обычаев университетской жизни включая веселые какие-то обычаи там не знаю университетскую пьянку студенческую эту бесшабашность безбашенность помесь без шабашенности с безбашенностью все это вполне вот как бы но во всяком случае до ковида существовал да то что делает из нас университет мы все там не знаю мы блюли все четверги и ходили в сельпо так сказать вот все это что средняя к тоже это было у них не было сельпо но у них была соседняя таверна таверна круглая вывеска во всяком случае вот у Михаила Скотта зафиксирована что вывеска это же не вино само по себе это символ вина ну и дальше там какая-то философия разводится вот прям в этой книжке сигнум от таберном так сказано почему-то в акузативе ну вот значит в чем-то мне кажется вполне там наследники этих самых средневековых университетов вот но они бедные жили каким-то образом без инстаграма без мобильных телефонов без самолетов они конечно намного более ограничены географически да то есть если один профессор из одного университета вдруг перехал из Кёльна в Париж это уже целое событие да то есть вот Фома Аквинский значит поучился в Кёльне уехал в Париж это уже как бы определенные события биографии сейчас ну да сегодня здесь завтра там вот понятно что темпы совершенно другие темпы роста и развития так сказать некоторые сложности те же точно так же как университет ругался с политиками ну скажем так с властью с властями церковной светской за свою автономию точно так же сейчас вся история университетов это вечные там споры там в какой степени на национальном уровне или там на местном на уровне штата земли провинции университет живя на деньги своей страны своего народа имеет право сам решать чё он и как будет преподавать да то есть вот вечно это вот такая байда извиняюсь за выражение между теми кто управляет наукой и просвещением со стороны государства теми кто осуществляет это самое образование вот на уровне университетской аудитории то с чем мне иногда приходится сталкиваться на штуки что-то принимаешь иногда больше на меньше в одной стране больше доверия к своему правительству на другой стране меньше но в целом я никогда не слышал чтобы какой-то мой коллега на западе говорил бы о университетском своем начальстве или функционерах вне университетских в положительном ключе это всегда как минимум какой-то буржай в этом не кажется мы очень интеллектуал да мне просто кажется что комната современного ученого или просто хорошо образованная человека с тягой к чему-то культурному она очень похожа на кинь средневековый гравюру потому что там все то же самое комната в книгах песовый стол вот и мне казалось что у вас эта тема тоже довольно сильно интересует ну да сама по себе история рукописи ну то есть книга описаны книги я больше про тот кто это рукописи уводили как он думает да просто ведь еще непонятно образовывали они средневековье какие-то корпорации мы про которые уже до этого сказал или это были люди такого одинокого жизни бывали одинокие но мне кажется что на одиноких гениев каких-то непонятных которые там себя в киеве монастырске что-то такое нашли бабах но таких мало случаев все-таки вот серьезный памятник мысли на пустом месте не возникает он всегда включается в то что мы так немножко в лоб называем контекстом вот какие-то обстоятельства прочее тогда ну как шедевр на эти там он или за шедевр на не потому что она как будто там бог сказал монолиза шедевр а потому что она там у нее там была своя история в результате во второй половине 19 века она стала таким вот фетиш но есть у конечно ценили очень очень ценили современники тоже понимали насколько оригинально это самая улыбка в азаре во всяком случае вполне это понимал и леонардо тоже понимал но и поэтому не отдал ее до смерти она стала с ним попал во францию к чему-то я клонил к этому мысль вертелась ну да я наверное сам сбил нет нет у вас все было там правильно я хотел какую-то не бывают такие она колуфы фразу начал забыл что хотел сказать просто да тот же вопрос разум и верой это же действительно тот вопрос который связывает современного человека как мне кажется с любыми временами потому что когда у человека появляется даже проблем стоит до какой-то досуг время свободное или не знаю как лучше выразить но в общем когда от рутину он отходит то всегда появляется особенно умного человека всегда появляется вопрос а где собственно заканчиваются мои знания начинается чистая вера а не подменяя ли я это понятие вот мне поэтому это тоже цепило кажется что это действительно крайне интересная тема и вас тоже беспокоит меня беспокоит иногда больше иногда меньше потому что мне другие темы тоже волнуют ну скажем такой дериват этого большого красительного знака это как вера и разум воплощаются например в искусстве на искусство она может быть вне положено разумом разуму грубо говоря великий художник не обязан быть очень умным он может быть даже дураком прям совсем дураком караваджи какой-нибудь ну как бы караваджи там все сложно то что он не оставил никаких после себя там писем но некоторые его картины настолько глубоки что в основном сейчас ученые склоняются к тому что он таки читал много он не читал жордана бруно с которым его периодически составляют со современника и он он мог видеть казнь жордана бруно но значит мы не числим караваджи примут в интеллектуалах леонардо 1 франческо там еще кого-то же сыра из совершенно другой эпохи мы числим в художниках интеллектуалах кандинский малевич там запит мандриан из современных это художники интеллектуала которые свои там иногда даже теософские искания воплощают в красках или в графике вот но художественное творчество вне положено разуму а дальше вопрос а вере она тоже вне положено и наши вопросы ответы расходятся то что для одни ценители там и художники или историки искусства считают что искусство которое служит религией ну например средневековое искусство ну конечно но нет отношения к вере она воплощает догматы верования искание да окей но вместе с тем все вот эти самые факторы не объясняют ни одного изображения от начала до конца потому что это художественная воплощение в красках и сам вот этот факт воплощения в красках или в резьбе в слоновой кости в том или ином материале отливание в бронзе это уже другая сфера деятельности человеческого мозга и человеческого сердца вот поэтому я давно занимаюсь истории искусства не меньше чем истории текстов потому что в этом мне кажется весь человек и сергеевич я думаю в качестве а ну чтобы нашу беседу резюмировать хотелось бы задать такой вопрос вот на ваш взгляд почему молодым людям сейчас стоит заниматься медиевистикой и это знаете такой вопрос вопрос тире напутствие да и немножко бэкграунда просто тоже когда готовились смотрели ваше интервью и вы рассказали про тоже очень крупного историка медиевиста про михаева бойцова про то как на втором по моему курсе когда решили заняться медиевистикой он вам да очень интересное тоже напутствие дал сказал что ну ну и это действительно так что медиевистика на самом деле довольно скучное занятие приходится знать очень много вещей приобретать знания которые в обычной жизни мало к чему приложим и вот и это действительно все так но тем не менее хочется знать да что действительно напутствие такое что зачем молодым людям стоит этим все-таки заниматься что в итоге вас заставило дальше этим заниматься несмотря потому что условно если вот какой-нибудь обычный человек неподготовленный спросит у вас типа вот а чем ты занимаешься вот на это 8 9 вопрос а он скажет это что-то из масс меня а зачем вот могут спокойно спросить это очень жизнь но это мне кажется что ответ будет примерно но его можно чуть ли не к любой серьезной науке не присовокупить и как сказать отнести к любой науке любой серьезной наукой может заниматься только человек немножко не в себе когда то есть человек который со своим временем немножко не в ладах я конечно в медивистику шоу чтобы слегка спрятаться от современности шубе не заниматься всерьез не воспринимать ее всерьез бежать от века я вовсе не первый кто так вступил аром гуреевич тоже по тем же в тех же не тех же обстоятельствах то что он при сталине учился но под тем же причинам не стал изучать современность которые которые его на самом деле всю жизнь волновала это наука красивая мне кажется что изучаешь красивый текст красивые изображения там тут же интересные языки ты общаешься с интересными людьми то есть это все таки вопрос круга для меня например очень много значило я очень люблю своих друзей медиевистов у них тьма друзей медиевистов есть и другие естественные вовсе не только гуманитарии и вовсе не только ученые и очень близкие друзья то чтобы я как бы создал себе такой монастырь из медиевистов нет но все-таки среда в которой я хорошо разбираюсь довольно быстро понимаю кто чего стоит могу ошибиться но в целом понимаю это международная среда в которой говорят на нескольких языках и мне всегда хотелось поддерживать по крайней мере основные европейские языки в разговорном состоянии и если ты будешь заниматься как физикой там математикой ты будешь говорить по-английски ну как экономист там английский это латынь наших дней вот в медиевистике все сложнее я понимаю что мои мои моя способность ну там я через себя переступал к желание говорить на 4 европейских скажем пяти европейских языках сослужил мне добрую службу что прижать германии конечно их языке это для них хороший ну как бы они чувствуются как усилия с твоей стороны вот это касается всех моих друзей нам которые все говорят на каких-то языках вот кто-то больше кто-то меньше лучше хуже это уже дело другом пример карпов академик он тоже старое поколение но на трех языках совершенно спокойно говорит на немецкий я не слышал английский французский итальянский слышал совершенно нормально при том что ему 70 лет он при совке учился эти языки и вот они тоже такое было желание понимание немножко в этом есть и снобство такое типа я не как все все тут по-английски а я тут такой не как все вот ну тут надо себя периодически сдерживать не надо думать что ты обладаешь сакральным знанием вот эйнштейн ландау это да а мы что так в общем медиевистикой стоит заниматься хотя бы потому что это профилактика вот конечно начинать как чувствуешь наш крыша едет дайте как-то все остальное неинтересно но тогда идешь на медиевистик алексе девич большое спасибо что пришли спасибо большое за разговор друзья с вами был подкаст аудиторию до новых встреч